На наших фабриках и заводах работает бескапиталист. Работают труженики в фабрике и заводах. У кого-то фабрика и завода? Люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. Слово предоставляется к долгу Викторию Ивановичу, кандидату экономических наук, ректору университета рабочих и респондентов. Тема – организация снижения затрат в сталинской экономике. Товарищи, тема, с одной стороны, озвученная тема выступления, очень конкретная. Но с другой стороны, в этой конкретике заключено решение принципиальных вопросов. Как должна быть построена советская социалистическая экономика? Ведь такая экономика была построена. Она получила название советская экономика. Иногда говорят «сталинская экономика». Ведь по своей сути, что это такое сталинская экономика? Это экономика, которая соответствует сущности социалистического производства. Это сущность не товарная, а непосредственно общественная. Это вот первое. Второе. А как должна управляться эта экономика? Если в широкой аудитории задать вопрос, то очень многие ответят. Система управления – это система государственного, планового, централизованного управления. И это будет правильный ответ. Но вот он недостаточный. И ставят вопрос «а что планировать? Что стимулировать?» Как строить ценообразование? Вот это вот стержни, это вот эта красная линия, которая проходит через эту систему управления. И ответ на этот вопрос был дан. Он был дан. Что эту линию проходит снижение цен на основе снижения себестоимости за счет роста производительности труда. Вот это главная эта линия. Мы к этому вопросу обращались пять лет назад, обсуждали его. Поэтому я не хотел бы повторяться, а остановиться всего на трех моментах, которые за эти пять лет у нас, на мой взгляд, остро встали. И, так сказать, уточнить некоторые моменты положения. Первое. Вот у меня было самого такое легковесное представление. Собрались в те годы светлые головы экономисты, ученые, организаторы советского производства, партийные работники. Посидели, подумали, поспорили и выдали на гора такую замечательную продукцию нашу советскую экономику. Так-то оно так и не совсем так. Это был результат острейшей классовой борьбы. Давай представим ситуацию второй половины 20-х годов. Огромные планы индустриализации, угроза надвигающейся войны. А что в экономике? А в экономике у нас многоукладность. С одной стороны, государственный сектор, который, кстати, функционировал во многом, коммунистический сектор или социалистический сектор, который во многом функционировал на основе коммерческого расчета. А с другой стороны, товарное, мелкотоварное и капиталистическое производство. Какие отношения между ними? Ленин охарактеризовал очень просто, короткой, емкой фразой. Кто кого. Либо коммунистический уклад победит товарное и станет целым, либо наоборот, и будет возврат капитализма. И понятно, в такой ситуации, когда началось массовое строительство тысяч, сотен тысяч предприятий, в экономике пошли огромные диспропорции. Прямо колоссальные. Возникло много проблем. Одна из них, ну, хорошо известная по литературе. Она получила название «ножницы цен». Когда рост цен на продукцию промышленности значительно в разы обгонял рост цен на сельскохозяйственную продукцию. То есть, настолько это обострилось проблемой, что возникла вообще угроза существования социалистического строительства и завершения строительства социализма. Как решать вопрос? Ну, известные деятели во главе с Троцким предложили, так давайте повышать цены, повышать налоги. А налоги, конечно, худший вид, доказательства, примера. Но мне сразу пришел на ум конец 80-х, начало 90-х годов. Так называемые капиталистические реформы, перестройка. Очень простая. Повышение цены, пустили свободное плавание. Как называлась эта политика? Шоковая терапия. Кто выживет, ну, дай бог. Остальные, извините, не вписались они в рыночные реформы. Ну, возвращаясь все только к теме. Вот внутрипартийная оппозиция выдала такое положение. Что делать? Вот тогда большевистские друг партии во главе с Осиом Виссарионовичем Сталином обосновала, выработала и отстояла деметрально противоположную линию. Что надо цены снижать. А как снижать? Не просто же указ. Вот я подпишу завтра указ, если у меня будут полномочия. Снизить цены 10 родной. Наивность, конечно, глупость. Должны быть какие-то экономические основания. А в основе цены лежит себестоимость. Начинать снижать себестоимость. А себестоимость тоже непросто снизить. Как ее снизить? Снижать затраты труда. А снижать затраты труда каким образом? До пути один. Повышать производительность труда. Это тоже. А чтобы повысить производительность труда и внести какие-то новые методы производства, надо внедрять новую технику, улучшать организацию труда. А вот это уже касается всех. Всех тысяч предприятий и миллионов наших трудящих. Прежде всего, рабочих. И вот в жестокой, высточенной, внутрепартийной борьбе с оппозицией троскистской этот путь был взят за основу. Уже некоторые факты. На Октябрьском пленуме 1927 года было сказано, что единственный путь разрешения диспропорции в экономике – это снижение себестоимости и снижение цен на основе роста производительности труда. Значит, уже в конце 1929 года дело вошло в практическую плоскость. Было изгнано постановление СКВ КПБ о реорганизации и управлении промышленностью. Где было сказано, что разница между запланированной фактической себестоимостью является основным показателем работы предприятий промышленности. Вот это первый вывод. То есть на эту твердую экономическую основу встали. Второе. Ну все ли вот так вот просто, выбрали генеральную линию и с песнями, под фанфары, под ложек и пошли вперед? Ну нет. Ведь в социалистическом непосредственном общественном производстве присутствует товарность, как отрицательный момент. Между ними противоречия, борьба противоречия выражается в противоположных тенденциях. Ведь наряду с позитивной тенденцией снижения, скажем, цен, снижения себестоимости, и негативный, был и рост, и многократный рост цен, и был рост заработной платы, который обгонял рост производительности труда и так далее. И в экономике, скажем, на поверхности существовали товарно-денежные формы. Ну мы говорим плановая цена, но все-таки цена и прибыль была. Вот капитала не было. А капиталовложения существовали. Как здесь быть? Так а путь был определён. Эти старые товарно-денежные формы должны наполняться новым экономическим содержанием, которое основано на снижении себестоимости. И вагонные товарные были. И вагонные товарные были. И магазины были. Самый показательный, на мой взгляд, пример. Значит, вот закончилась война, там, так сказать, по-особому несколько было. В 1946 год была восстановлена система примирования промышленности. Единая. И основные, так сказать, все предприятия были разбиты на две группы. Для одних предприятий был восстановлен так называемый директорский фонд. Ну это фонд стимулирования, из которого, так сказать, на предприятии могли выплачивать премии, решать какие-то социальные вопросы, в том числе и жилищные и так далее. Так вот, для первой группы предприятий основной показатель, от которого образовывался этот фонд, был снижение себестоимости. Определённый процент, 2,4%. А у других предприятий была прибыль, расслабленная прибыль, да, товарно-производство. От прибыли. Вот некоторые говорят, так было и то, и другое. Ничего подобного. Как не прибыль? Нет, было одно маленькое условие, которое в корне меняло это положение. Так вот, те предприятия, у которых директорский фонд образовывался от прибыли, могли его применять только при одном условии, если они обеспечили снижение себестоимости плановой. Всё, в корне меняется. Ты хоть миллионную, миллиардную прибыль получил, но если ты не дал, не обеспечил выполнение планов по снижению себестоимости, что соответствует непосредственно общественной сущности, никакой, ни копейки тебе не будет этого фонда. Вот второе. И третье. Забвение вот этих, так сказать, выводов, истин, оно приводит к печальным последствиям, что мы, так сказать, оказались свидетелями, так сказать, разрушения социализма. Ну, чтобы разрушить социализм, что можно делать? Можно направить армию, да, получая армия. Была такая попытка, которая кончилась поражением для тех, кто их направил. А можно другим методом. Знаете, в тиши кабинетов, внедрить в сознание, в голову такие, так сказать, выводы. Понять такие решения, что всё в корне поменять. И вот реформа, экономическая реформа 1965 года. Ведь она всё поставила с ног на голову. Это центральное звено, центральная линия, снижение себестоимости за счёт роста производительности труда, было выкинуто из главных фондообразующих показателей. А что поставили вместо неё? Прибыль и рентабельность. Ну, вроде бы, все говорили, утверждали, так у нас всё социалистическое. Прибыль социалистическая. Товарное производство у нас социалистическое. Цены социалистическое. Всё социалистическое, ничего страшного нет. Оказывается, ничего подобного. Всё же наоборот. Ведь по своей сути, давайте, вот буквально 30 секунд, что такое прибыль? Превращённая форма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость, это что такое? Это результат прибавочного труда рабочих. Поэтому, если для кого это это прибыль, для рабочих, это что будет? Убыль. Поэтому, если всю экономику, все предприятия нацелят на увеличение прибыли, вот она такая экономическая составляющая, экономический интерес, мы же знаем, главный, он толкает к тому, чтобы увеличивать прибыль. Значит, что будут делать? А мы знаем ещё также, что есть несколько методов увеличения прибавочной стоимости. Самый простой, самый первый, это абсолютная прибавочная стоимость. Её увеличение за счёт увеличения бизнеса рабочего дня. Ну и пошло, пошло, поехало. Значит, о сокращении рабочего дня, генеральной линии, так сказать, забыли, выкинули. Пошли сверхурочные, ночные, выходные и прочее, прочее, прочее. Ну и понятное дело, что прибыль-то, с одной стороны, можно, конечно, теоретически увеличить за счёт снижения затрат труда. То есть гораздо более простой путь, увеличивать цены. Что и пошло. Сначала цены были ползучие, так называемые. Но не хотелось, сказать, тогдашний руководство ГПСС признать, что цены у нас полезли вверх. Пытались там какими-то мерами административными уже позицию исправлять. Ну, вызывали директора предприятия и говорили, ну что у тебя там цены повышаются. Мы тебе выговоры дадим, а завтра уволим. Так придёт новый. Экономика-то что заставляет делать его? Повышать цены. И вот это забвение вот этих естин привело к тому, что экономика была поставлена, наоборот. Вот этот отрицательный момент товарности был поставлен во главу угла. А момент стремится стать целым. Что и произошло в конце 80-х, начале 90-х годов. Мы пришли уже к полновесному, полноценному товарному производству, который стал характеристическим. Значит, эти выводы нам нужно помнить и не забывать. Спасибо. Владимир Петрович, вы можете уже выходить. Я хочу довести до вашего сведения, что на конференции также были представлены доклады Попова Михаила Васильевича, Мазура Олега Анатольевича, Золотова Александра Владимировича и Кузьмина Алексея Вячеславовича. Все они будут опубликованы. Ну что, дорогие товарищи, мне кажется, что мы провели несколько замечательных часов, прослушали очень интересные содержательные доклады. Я думаю, что тем самым нанесли серьезный удар по антисталинизму. И призываю товарищей продолжить борьбу с антисталинизмом как современной формой антикоммунизма. Для этого у нас есть большие основания. Со своей стороны мы обещаем, что в конце ноября, в начале декабря опубликуем эти доклады замечательные. И они будут таким хорошим учебным пособием для нашей дальнейшей учебы. Всем большое спасибо, особенно нашим иностранным делегациям. Все приглашаются на чай. Всем хорошо добраться. И при возможности приезжать на следующую конференцию в следующем году. Спасибо. Товарищи, напоминаю, что те, кто еще из докладчиков не прислал окончательные тексты своих сообщений, пришлите в адрес оргкомитета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова